Без выходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравия желаю, товарищи радиослушатели. Минское городское управление МЧС снова на связи. В эфире Минск чрезвычайный в студии Александр Попко и мы начинаем. Статистика в лицах и цифрах. Минск чрезвычайный. Оперативная информация за неделю. Начнем со статистики. С начала года на пожары ИЧС спасатели совершили 113 выездов. На пожарах погиб один человек. Два человека пострадали. Один из них ребенок. Почти 40 человек работники МЧС спасли и эвакуировали из опасных зон. Далее подробнее о происшествии. Минск чрезвычайный. Началась неделя с череды автомобильных пожаров. Первый из них произошел на проезжей части напротив дома номер 39 по улице Скрипниково. Предположительно из-за короткого замыкания электропроводки возникло возгорание под капотом легкового автомобиля БМВ, в результате которого был поврежден двигатель и лакокрасочное покрытие кузова. Спустя несколько часов на телефон 101 поступила информация о горящем автомобиле по улице Казинца. К моменту прибытия огнеборца в часть Тойоты 2008 года выпуска была охвачена пламенем. На этот раз причиной возникновения пожара стал поджог. Виновное лицо установлено. Возбуждено уголовное дело. Еще одна легковушка дополнила статистику возле дома номер 122А по проспекту Держинского. 4 января около 5 утра, предположительно из-за короткого замыкания электропроводки, загорелся автомобиль Opel Zafira 99 года выпуска. Огнем уничтожены все горючие элементы двигателя, повреждено лакокрасочное покрытие, а также панель приборов. Минск чрезвычайный. Но и на этом пожары на транспорте не завершились. Ранним пятничным утром маршрутный автобус МАЗ-105, двигавшийся по маршруту номер 17, так и не смог доставить пассажиров на конечную остановку. А помешало ему это сделать возгорание, возникшее под приборной панелью. Почувствовав дым, водитель незамедлительно остановил транспортное средство и выпустил 15 пассажиров, после чего принялся тушить пламя. Однако самому справиться с пожаром ему не удалось, а к моменту приезда подразделения МЧС пламя успело охватить салон. В итоге большая часть автобуса гармошки была уничтожена. К счастью, никто не пострадал и длительной задержки в движении маршрутного сообщения не произошло. Пассажиры продолжили поездку уже на следующем 17 автобусе. В Сочельник неосторожное обращение с огнем при курении чуть не унесло жизни людей, находящихся в квартире жилого дома по улице Волгоградской. Действия развивались по стандартному сценарию. Мужчина уснул с сигаретой в руке, что привело к тлению матраса, а после и к его возгоранию. После неудачной попытки вынести горящий матрас из квартиры, он был брошен возле входной двери, тем самым отрезав путь к эвакуации. Работниками МЧС из горящей квартиры были спасены девочка 2012 года рождения, инвалид первой группы, которая с отравлением продуктами горения госпитализирована в больницу скорой медицинской помощи, а также женщина-пенсионерка, ухаживающая за ней. В выходные дни минчане ощутили на себе экстремально низкую температуру воздуха. К счастью, в столице обошлось без жертв и чрезвычайных ситуаций, связанных с морозом. Однако, несмотря на повышение температуры, погодные условия остаются неблагоприятными. Гражданам рекомендуем не терять бдительность и соблюдать основные правила безопасности. Одевайте много теплых, но в то же время свободных вещей из натуральных тканей. Не пейте спиртного, алкогольное опьянение вызывает большую потерю тепла, при этом вызывая иллюзию комфорта. Не выходите на мороз без варежек, шапки и шарфа, а открытые участки тела смажьте специальным кремом. Прячьтесь от ветра, вероятность обморожения на ветру значительно выше. Как только вы почувствовали переохлаждение или замерзание конечностей, необходимо как можно скорее зайти в любое теплое место – магазин, кафе, подъезд. Если случилась чрезвычайная ситуация или ваша жизнь и здоровье в опасности, незамедлительно звоните 101 или 112. Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Продолжение следует...